Новое время Поехали кататься Догоним или не догоним? Радуем, что чувствуем, а не гоним Радуем, что руки тянутся к небу Радуем, что небо тянется к нам Догоним или не догоним? Кое-что забыли, но главное... За свою долгую жизнь сериал Need for Speed менялся часто, но в главном почти всегда оставался неизменным. Каждый выпуск НФС — это внушительный парк дорогих машин, лихие гонки с полицией, масса возможностей для тюнинга и никакого реализма. За всю историю Electronic Arts только два раза отходило от генеральной линии партии. Сначала в 2000 году, когда выпустила Porsche Unleashed, затем в 2007-м создав Pro Street. Обе игры отличны тем, что в них разработчики попытались сделать не просто веселую гонку, а серьезный автосимулятор с достоверной физикой. Но обе попытки изменить привычный сериал играющая публика восприняла, мягко говоря, в штыки. Porsche Unleashed провалилась в продаже с таким треском, что Electronic Arts поспешили забыть о сериале на пару лет. Ну и Pro Street тоже особым успехом не пользовалась. Тем удивительнее, что Need for Speed Shift — это снова автосимулятор для настоящих мужчин. И какая судьба ждет эту игру на рынке, даже страшно загадывать. Сильнейшие пилоты. Суперболиды и максимальные ставки. Но лишь лучшие из лучших попадут на мировой чемпионат NFS. К работе над NFS Shift Electronic Arts привлекли мастеров своего дела. Студия Slighty Matt, создавшая очередную NFS, состоит из выходцев из Simbin, которые собаку съели на создании симуляторов. На их боевом счету такие серьезные гонки, как GT Legends, GT Revolution и другие. Неудивительно, что и NFS Shift тоже стала бескомпромиссным автосимулятором. Все соревнования в игре проходят на 15 закрытых треках. Причем большинство трасс срисованы со вполне реальных образцов. Есть возможность прокатиться по таким знаменитым трекам, как Брэндс Хэтч, Лагуна Сека и другим известным местам. Причем каждая трасса до мелочей соответствует реальным прототипам. Так что каждая поездка незабываемая. Но отдельных слов заслуживает то, как разработчики реализовали собственно гонки. Во-первых, впервые за долгое время в сериал вернулся вид из кабины. Причем к созданию кокпитов разработчики подошли с душой. Салон каждого автомобиля уникальный, а все приборы, торпеды, переключатели и рули нарисованы с поразительным тщением и достоверностью. Кроме того, мы можем вертеть головой пилота, разглядывая таким образом все детали кабины, что только добавляет пресловутого реализма. Во-вторых, мы не покривим душой, если скажем, что чувство скорости в NFS Shift реализовано лучше, чем в любом другом сегодняшнем автосимуляторе. Когда болид набирает скорость около 200 км в час, в глазах водителя слегка мутнеет, границы объектов размываются, а двигатель воет, словно мотор Боинга. Кажется, сейчас взлетишь. Наконец, в NFS Shift потрясающая физика машин. Каждый автомобиль ведет себя по-разному, а чтобы выигрывать гонки, придется действительно поучиться мастерству вождения. Вовремя чувствовать срыв заднего моста, умело вписываться в повороты, на 100% использовать управляемый занос и так далее. Но и возможности каждого мобиля уникальные, и это надо учитывать. Один отлично работает в дрифте, другой постоянно норовит уйти в занос на высокой скорости, третий отлично проходит повороты. Столкновения тоже реализованы неплохо. От ударов заграждения у пилота мутнеет в глазах, машина мнется. Кроме внешних повреждений, часто случаются и, так сказать, внутренние. Но, конечно, все эти тонкости можно отключить в настройках. Если вы не любитель серьезных симуляторов, то в любой момент позволяется снизить уровень сложности, убрать реалистичную физику и даже подключить читерский указатель идеальной траектории движения. Игра станет заметно проще, но растерять львиную долю очарования. Получилось! Тебе пришлось потрудиться, но удалось доказать класс! Теперь ты будешь соперничать с сильными пилотами, с одними из лучших. Тем же, кто хочет полного погружения, необходимо выставлять максимальную сложность, отключать все электронные показатели и, конечно, не забыть прикупить качественный руль. Только в этом случае гонки станут как никогда реалистичными. Несмотря на серьезный геймплей, в остальном узнается фирменный стиль сериала NFS. Тут, конечно, нет полуобнаженных девушек, зато шикарных машин в избытке. В начале игры доступны самые простые модели, однако по мере прохождения открываются настоящие суперкары, гонять на которых тоже приходится учиться. При этом каждую модель позволяется всячески улучшать, прикручивая новые тормозные цилиндры, шины, закись азота и прочий хлам. Правда, еще приходится обращать внимание на характеристики автомобиля, ведь каждый улучшается по-разному. Одному, скажем, можно спортивный выпуск, другому нет. На все апгрейды и новые машины, понятное дело, необходимо добывать деньги, которые выплачиваются за победы в соревнованиях. Но, кроме того, там же необходимо зарабатывать звезды, которые дают доступ к новым состязаниям и апгрейдам. Плюс в заездах нужно набирать очки опыта. Если со звездами все понятно, их дают за призовые места и за выполнение особых заданий, то с опытом все немного интереснее. Пилота позволяется прокачивать до 50 уровня, а очки на развитие дают за ваши действия на трассе. Причем есть два типа поведения – агрессивное и точное. В зависимости от вашего мастерства и выдаются очки опыта. Чем выше уровень, тем больше бонусов и уважения. Нас ждут серьезные состязания. Побеждать придется в честной борьбе. Нас ждет дрифт, так что убедись, что машина для него готова. Соревнования довольно разнообразные. То нужно выбить лучшее время, то необходимо принимать участие в гонках на выживание, будут состязания и на выносливость, где гонка длится 30 минут реального времени и так далее. Скучать особо некогда. NFS Shift NFS Shift получилась выдающимся автосимулятором. Здесь очень достоверная физика, непередаваемое чувство скорости, десяток дорогих автомобилей с детально прорисованными салонами, отменный звук и музыка. Опять же, игра понравится и тем, кто не любит реализм в играх, а элементарно желает с ветерком прокатиться на шикарной машине. Ну, а некоторые минусы в графике легко простить. В общем, NFS Shift удалась. Хотя, возможно, не каждому придется по душе столь серьезный формат, но любители симуляторов останутся довольны. Теперь самое время ждать от Electronic Arts новой части NFS, но уже снова про стритрейсинг, полицию и гонки по ночным мегаполисам. Догоним или не догоним? Радуем, что чувствуем, а не гоним. Радуем, что руки тянутся к небу. Радуем, что небо тянется к нам. Догоним или не догоним? Кое-что забыли, но главное помним. Если мы идем навстречу этому миру...